Я вас рад здесь всех приветствовать. Давайте начинать наш обучающий вебинар. Скажите, пожалуйста, есть ли среди присутствующих люди, которые стали нашими партнерами меньше 10 дней назад? Напишите. Спасибо. 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 Я вас поздравляю. С горячей темой такой. Сегодня будет несколько основных моментов. Я вас попрошу все это записывать. И вообще желательно этот вебинар тоже записать. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас может записать этот вебинар и дайте знать, когда вы нажмете кнопочку REC, что запись пошла, чтобы я понимал, что мы записываемся и уже начал вещать. начну вот прям с такой, как я уже сказал, горячей темы. Она будет преподнесена для вас немножко в жесткой форме, но только так можно осознать всю ее важность, всю ее ценность и так далее. За последнюю неделю я понял такую очень важную штуку, которой меня учили еще много лет назад. И сейчас я снова к этому пришел, наблюдая за работой некоторых городов, некоторых регионов. Те из вас, кто совсем недавно в бизнесе, вы сейчас мотаете на ус, дабы сразу правильно начинать. Те, кто уже в бизнесе не так мало, уже ветеран, уже несколько месяцев, уже полгода кто в бизнесе, уже или там почти что аж целый год, смешно правда, аж целый год в бизнесе, уже ветеран, хотя наша компания еще года нет. Вот, вам тем более это будет полезно. Такой есть очень большой нюанс. Недавно Сергей Савич у нас был в турне в Екатеринбурге, Улпан Кабишева у нас была в Уфе, Олег Николаевич Ким у нас был в Санкт-Петербурге, да, Ирина Шлотова у нас по городам проехалась. Я сейчас планирую поездку в Краснодар, вы все получите рассылку с моим расписанием, да, вот сейчас я вам говорю, что 19 числа я буду в Краснодаре, вот, по всей компании сейчас будет рассылка со всем расписанием, адресами и контактными телефонами, чтобы вы могли туда отправлять ваших людей. По возможности мы встретимся со всеми и уделим внимание там каждому, поэтому сразу сейчас имейте это в виду. Так вот, к чему я это все говорю? Меня удивляет вот что. Как на такого уровня людей можно пригласить так мало гостей? Ещё раз внимательно. Ещё раз вопрос, смотрите. Сергей Савич, второй чек в компании на второй месяц работы. Квалификация национальный директор, который здесь уже себя проявил и плюс до этого имеет фантастические результаты. За последние два года сеть 170 тысяч человек в 25 странах доллар мира, миллион долларов дохода. И как можно было пригласить все вместе, всей командой, большой, даже не 100 человек? Как можно было всей командой пригласить даже не 100 человек? Улпан Кабишева, первый чек в компании. Доход до 5 миллионов рублей в месяц, до 75 тысяч долларов каждый месяц. Ауди Q5, подарок от компании. Трёхкомнатная квартира в Алматы на бонус от компании. Вопрос, как можно было на её приезд не собрать 100 гостей хотя бы? Ну так значит нужно не в офисе это делать? При чём здесь офис? К вам приезжают легенды. Просто легенды. У вас много друзей, кто зарабатывает 5 миллионов рублей в месяц? 75 тысяч долларов, кто за полгода получает от компании квартиру и машину? У вас много друзей, знакомых сетевиков, которые построили за 2 года сеть 170 тысяч человек, заработали миллион долларов, которые приходят с нуля в новую компанию и становятся вторым чеком на второй месяц? У вас много таких знакомых? А вообще в городе много таких людей, которые раз вот так, ты просто... И вообще, как часто к вам приезжают в город такие люди? Как часто в Екатеринбург приезжает Сергей Саевич? Как часто в Уфу приезжает Упан Кабишева? Вопрос. У вас в Краснодаре много знакомых, которые зарабатывают там несколько миллионов рублей, 5 и больше миллионов рублей в месяц, которые возглавляют крупную международную компанию и которые выращивают вот таких людей, которые являются вице-президентами компании, которые приезжают в Краснодар буквально на несколько дней. Как на этих людей можно пригласить 5 человек? Олег, Гаврилов, Эстония. У меня такое ощущение, что вы какой-то слушаете другой вебинар, а пишите комментарии здесь. Вы чуть-чуть просто не в тему пишите ответы свои, я просто не пойму. При чем здесь Сталин, Питер, какие 3000 евро, от чего дорого? Вы вообще о чем? Вы на каком вообще вебинаре находитесь? Вы вообще что слышите сейчас? Вот, в офисе Семипалатинске я бы собрал 100 человек, но к нам пока не едут лидеры такого уровня, а мы посмотрим. А к вам приезжает Семипалатинск, это у нас Казахстан же, да? А к вам приезжает кто-нибудь, соответственно... Кстати, вот, хороший вопрос. Хороший вопрос. Где было сообщение о месте и времени проведения встреч Сергея Саевича в Екатеринбурге? Потрясающий вопрос. Вопрос к организаторам. Почему этот момент не был распиарен? Смотрите, друзья, я хочу, чтобы вы сейчас воспринимали все то, что я говорю вот в такой жесткой форме, как момент, как мысль, чтобы задуматься. Как задуматься, понимаете? Чтобы задуматься, что нужно и как на будущее правильно делать. Потому что, когда приезжают такого уровня люди, можно собирать стадионы, просто целый, вообще весь город можно собрать. Потому что эти люди приезжают и бесплатно делятся всей информацией, всеми своими навыками, всеми своими секретами. Понимаете? Как может быть 18 людей, как может быть 6 гостей, 6 гостей на презентации, понимаете? Как? Вот это просто поражает. Поэтому, ребята, самое главное, запишите слово. Я вам задаю вопросы, как вам в такой форме критики, там, чего-то еще, вы сейчас это слышите, да? Но надо слышать не так. Надо слышать по-другому. А как сделать так, чтобы было у вас по 100 гостей на презентации? А я вам скажу, ответ в одном слове заключается. И это слово звучит. Промоушен. Правильное слово промоушен. Верно. Видите, как вы все знаете? Вот. Видите? Вы ведь все знаете. Главное слово промоушен. Если к вам в город приезжает какой-то лидер, то на одном слове промоушен вы можете его приезд так монетизировать. Благодаря его приезду вы можете столько заработать денег за эти несколько дней, просто произведя фурор. Когда к вам приезжает Надежда Тян, вы знаете, что она может. залы, стадионы можно собирать, и она их закроет на оплаты. И вы за пару дней, что она будет у вас, за неделю, заработаете столько денег, сколько раньше за месяц не зарабатывали нигде. Какой бы лидер к вам не приехал, какой бы лидер к вам не приехал, сделайте все возможное, чтобы благодаря его приезду заработать для себя кучу денег. Поверьте, для лидера, который к вам приезжает, это лучшая награда, что после его приезда, во-первых, на его приезд собран огромный зал, и после его приезда много оплат. Уважаемые лидеры, скажите это так? Нет. Вот, Олег Ким, молодец, быстро подхватил Семипалатинск, красавчик. Я думаю, Семипалатинске мы сейчас качнем зал свыше ста человек. Отлично, отлично. То есть, это лучшая награда, ребята. Поэтому. Олег Николаевич, а вы могли бы сейчас зайти как модератор с компьютера в комнату, если получится у вас? Только прямо с компьютера. Вы понимаете, насколько это важная тема? За счет этого можно либо просто провести события, приезд человека. Ну, приехал, да, приехал. Ну, прикольно. Ну, да, вот, пять человек я привел. Классно же. Ну, уехал, уехал. Ну, и 140 CV мы сделали, или 40 CV, или 50, или 200, или 500. Ну, нормально же, да, на всех, на город 500 CV. Ну, да, круто, прикольно, что поделим на всех. Сразу себе сейчас под Новый год столько подарков купим, да? Ребят, вы понимаете? А кто-то другой взял и собрал целые залы. и может собрать целые залы и монетизировать приезд лидера. Лидер уехал, а у вас 10 тысяч CV, 15 тысяч CV, 20 тысяч CV. и вы с деньгами. В вашем городе есть товарооборот, у вас оплаченные офисы, есть зарплата сети менеджера, у вас есть чеки, и у вас есть результат. Что вы сделали? Вы просто грамотно использовали хороший промоушен на приезд этого лидера. Ребят, не отвлекайтесь. Сейчас мы Олега удалим. Он немножко что-то путает. Главное, чтобы вы не отвлекались сейчас на эту хрень всякую, которую он пишет. Слушайте сюда сейчас по делу. То, что я говорю, это важнее, чем мусор, который сейчас идет в чате. окей. Запишите, пожалуйста, слово промоушен это самое-самое главное слово в бизнесе. Одно из важнейших слов в бизнесе. окей, идем дальше. Идем дальше. Когда-то я был в Алма-Ате на мероприятии одного человека в другой сетевой компании. Этот человек, который не зарабатывал никогда в сетевом маркетинге столько, сколько зарабатывают даже наш топ-10 чеков. Если мы возьмем наш десятый чек в компании, то этот человек столько не зарабатывал. И знаете, в чем прикол? Что на его приезд было собрано 800 человек. 800 человек собрали на лидера другой сетевой компании, который никогда не достигал того, чего достигли наши топ-10 чеков. Понимаете? Что они делали? Они растрезвонили на весь город. Я даже шел, на столбах висели его фотографии и промоушен. Фантастика! Это человек в нашем городе. Я не говорю столбы расклеивать. Нет. Я к тому, что было задействовано все, что только можно было задействовать. Было обзвонено тысячи людей, были прозвонены. Каждая встреча заканчивалась промоушеном на приезд этого человека. Пожалуйста, зал 800 человек. А хотите прикол? Нет. Прикол в том, что мероприятие было платным. Это была презентация. Презентация была платная и она стоила 250 рублей. Ну, короче, там тысячу тенге она стоила. Презентация понимаете? 800 человек собрали на лидера, который никогда не зарабатывал столько, сколько зарабатывает наши топ-10 чеков на платную презентацию. Ребята, задумайтесь над этим очень серьезно. Возможно, вы сами пока не осознаете всей ценности тех людей, которые сегодня являются нашими лидерами, нашими топами. Это люди с фантастическими результатами и у вас есть возможность с ними работать в одной команде. Воспользуйтесь этим. Самое главное слово это промоушен. Ну что ж, это была первая тема. Идем дальше. Следующий момент. вот что я понял тоже за последние дни. Вы знаете, успешные люди не любят делать то, что также не любят делать неуспешные люди. Вот смотрите, люди, которые добиваются успеха, этих людей объединяются заниматься такими же делами, которые не нравятся неудачникам. Ну вот, просто успешным людям тоже не нравится заниматься теми же делами, что и неудачникам. Люди, достигшие своих целей, они заставляют себя всем этим заниматься, поскольку понимают, что такова цена, которую нужно заплатить, если они желают насладиться успехом и максимальным вознаграждением за свои труды в будущем. Понимаете? Успешных людей в первую очередь интересуют результаты, а неудачников больше интересуют приятные методы достижения, комфортные. И вторая тема это выход из зоны комфорта. вы знаете, возможно, вы сейчас подумаете, да, мы это понимаем, и это так, знаете, уже заезженная тема, но когда ее начинаю создавать, я даже по себе каждый день ощущаю, как мне приходится ну не то, что прям иногда с собой разговаривать, чтобы все-таки начать делать то, что дает результат. Потому что вокруг столько отвлекающих факторов, которые являются более комфортными, чем тот дает результат. Если кто-то из вас читал один из моих постов, я опубликовал в инстаграм, в фейсбуке, там, в комплекте, вот, что у каждого из нас есть 24 часа в сутках, и можно очень многого достичь, если мало отвлекаться. Ну вот, предложим, что из 24 часов 8 часов мы спим. Ну я завидую тем, кто 8 часов спит. Окей. 8 часов спим. 8 часов уходит, ну, например, на работу, на бизнес, да? Ну вот тут коварный вопрос. А реально ли у нас уходит 8 часов прямо на эффективные действия, приводящие к реальным результатам в бизнесе в пушми? Вот смотрите, люди 8 часов ходят на работу, правильно? А что мешает нам 8 часов работать в пушми? И реально ли у вас уходит 8 часов, прям вот 8 часов в день, прям конкретно, на реальные действия, которые приводят именно эффективные действия. Что у нас является эффективными действиями? Звонки, встречи, работа по скайпу, какие-то установления контактов, посещение мероприятий, рекрутинг, проведение запуска новым партнерам, обучение, приглашение, презентации. Вот на это реально 8 часов в день у вас уходит? я обнаружу, что нет. Потому что мы очень много времени тратим на то, что никак не влияет на результат, а лишь отнимает энергию. Мы делаем то, что нам комфортно делать, вместо того, вместо того, чтобы делать то, что необходимо делать. понимаете? Я вам еще раз напомню, друзья, что успешные люди тоже не любят делать то, что не любят делать неуспешные. Они делают используя самодисциплину и понимание ради чего. в отдельные дни. А представьте, как на работе. Вот тут Марат написал, да, но вспомни свою работу в банке. Вспомните, вот, если кто-то из вас когда-нибудь ходил на работу, то, скорее всего, у вас был график 8 часов работать. И вы прямо реально сидели и 8 часов конкретно работали. А сейчас почему-то вы стали делать меньше действий, которые приводят к реальному результату. А зря. То есть нужно понимать, что приводит реально к результатам. А это просто 8 часов в день делать дела, приводящие к результату, делать действия, приводящие к результату. А их не так много, друзья. Просто делать в день звонки, встречаться с людьми, проводить им встречу, рассказывать кому-то по скайпу про наш бизнес, собирать людей, проводить им презентации, те, кто подписался, провести им запуск, обучить их. В принципе все. 8 часов в день. Через год вы будете в шоке от своих результатов. но знаете, что самое интересное? Я ведь вам сказал, что есть 8 часов на сон, а давайте 8 часов будем работать. А ведь еще остается целых 8. Ведь остается еще 8 часов у нас плюс 24. А я сказал 8 сон, 8 работа, а еще 8 есть. Пожалуйста, займитесь семьей. Самораз... просмотром полезного видео. Либо еще можно порыть. 8 часов поспите, 8 часов уделите пушми, 8 часов уделите семье, друзьям и хобби. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, уделите внимание близким, семье, домашним хлопотам, каким-то прогулкам, отдыху. Ну, так же нормально 8 часов спать, 8 часов работать ради достижения того, что ты очень сильно хочешь и 8 часов уделять семье, близким, хобби и так далее. вот вообще идеально, я согласен, вот понимаете, я бы при всем желании работал больше, но я понимаю, что тогда будет страдать другое, но друзья, если вы реально 8 часов в день эффективно трудитесь в пушми, поверьте, результат будет фантастический. Да, но если вы каждую минуту из 4-5 часов делаете звонки, но большую часть времени мы пообсуждали, поболтали, отвлеклись, посмотрели какое-то видео, сходили, покушали, там отвлеклись, туда с тем переговорили, вместо того, чтобы делать реальные эффективные действия, и как я уже сказал, можно много достичь, если мало отвлекаться. Но это трудно, друзья, это трудно, потому что это дискомфортно, гораздо комфортнее посмотреть полезные видео. Конечно, я ведь что-то эффективное делаю. Да, ты делаешь что-то эффективное, но не в то время. Не в то время ты выбрал просмотр видео. Просмотр видео оставь на оставшиеся 8 часов, а это сейчас идет 8 часов для Пушми. Равно, то есть, что значит, а разве просмотр видео не для Пушми? Для Пушми. Но 8 часов не так используются, а используются на звонки, на переговоры, на презентации, на обучение, на школы и на все остальное, что дает результат. Равно деньги. короче, друзья, тупо вопрос сами себе задаете. То, что я сейчас делаю, денег мне даст? Абсолютно верно, Марат. И, наверное, все мы так делаем, если об этом вовремя не задумываться, потому что мы все подсознательно ищем комфорта. Никто подсознательно не ищет борта. Все подсознательно ищут комфорта, но нам с вами надо искать дискомфорт. Делать то, что не любишь делать. Помните, успешные люди не любят делать то же самое, что и не любят делать неуспешные, но они это делают, потому что понимают, что такова цена успеха. Цена успеха, друзья, дискомфорт. Цена успеха делает то, что не любят делать другие люди, потому что это неудачники, а успешные люди делают то, что они не любят делать, но то, что дают плоды. Просто вопрос 8 часов отработать на результат, который даст денег. Чувствуете разницу? Не 8 часов провести в офисе или там как бы мысленно быть с компанией, а сделать 8 часов то, что даст плоды. В 8 часов звонить, встречаться, приглашать, проводить встречи, дорабатывать, завершать сделки, обучать новых партнеров, проводить им запуски в 8 часов в день и вы богаты. Друзья, на старте, хотя бы в первый год, заложите фундамент, заложите фундамент, который будет вам дальше давать плоды. Со временем вы сможете трудиться меньше, но иметь результат такой же, а то и больше. Но на это нужно время. Первый год должен быть на износ. Поверьте, плоды, фундамент, заложенные в первый год, вас будут кормить, возможно, все последующие годы дальше. Верно, нужна концентрация. Нужна концентрация. Вера, как сделать так, чтобы дискомфорт стал комфортным? Принять то, что без этого никак. Дискомфорт не станет комфортным. Нужно просто принять, что нельзя без дискомфорта. Ну вот, ну никак, вот никак. Или нет цели твоих, или дискомфорт. Все. Когда ты с этим смиришься, когда ты это примешь, что вот дискомфорт равно Мерседес, дискомфорт равно квартира в Питере, дискомфорт равно достижение целей, дискомфорт равно поездка по заграницам, дискомфорт равно хорошие деньги, дискомфорт равно дети в Гарварде учатся. Вот это равно дискомфорт. Но гораздо комфортнее посидеть, поковыряться в носу образно. Услышали, друзья? На улице плохая погода, не хочется ехать. Надо поехать, потому что это даст денег. Это придет к результату. Нет, ой, хочу больше поспать. Нет, нельзя поспать, потому что денег тебе это не даст. У тебя было 8 часов, это твои проблемы, что ты нерационально их использовал. Хоть не хочется делать что-то там еще, нужно поехать навстречу куда-то через весь город. Да, надо поехать навстречу куда-то через весь город, потому что это твои деньги. Понимаете, друзья? Но знаете, в чем проблема? Что это постоянная работа всю жизнь. Вот примите прямо сейчас решение на всю жизнь, что выход из зоны комфорта равно большие и большие результаты. Как только вы начнете себя заставлять выходить из зоны комфорта ради достижения целей, это, кстати, второй сегмент, второе, очень важный пункт. У вас всегда перед глазами должны быть цели, ради которых вы будете это делать. Иначе зачем? Пример. Я вот сейчас очень плотно, активно занимаюсь, я хожу на тренировки, и тренер мой, он мне постоянно напоминает, Ренат, поставь себе на заставку, то ради чего ты это делаешь, с какой целью ты пришел ко мне. Я говорю, ну сбросить хочу сейчас лишних 10 килограмм. Он говорит, о, друг, тебе придется так попотеть. И что он со мной делает, это не передать словами, понимаете, я выжимаю футболку, шорты, выжимаю, просто вода льется после тренировки. Я за тренировку сбрасываю 2-2,5 килограмма, просто сбрасываю за одну тренировку полутора часовую. Я боксом занимаюсь, Антон, не знаю, сколько жим, могу правый прямой показать, или левый сбоку, более эффективно будет, чем жим. Понимаете? И он мне говорит, все, не можешь, я уже не могу, вот уже просто, вот прям выдохся, он говорит, еще, делай, еще, продолжай, доделывай, соберись, ты мужик, давай, еще 20 секунд, работай! Потому что только так приходит результат. Понимаете? Только так. Верно, потому что если вы, кто там спортом занимается, вы, например, знаете, да, кто в тренажерный зал ходит, на самом деле я тоже ходил и занимался, да, рабочий у меня 110 на 10, 110 килограмм на 10 раз. Но это я делал даже вниз головой, как бы, да, такой с уклоном вниз скамья. А вот, жим ногами рабочий, 380 килограмм 12 раз. Фишка в чем? Самые последние разы, они самые важные. Самые последние повторения, вот эти, которые идут на отказ, вот тут заключен самый большой рост. Какая разница, сколько вы сделаете, по форме с каким весом, если вы заканчиваете тогда, когда можете еще 5 раз. Так. Так, что вот так, друзья. В этих секундах заложено все, в этом дискомфорте. Каждый день заставляйте себя делать то, каждый час, каждую минуту. Не отвлекайтесь, прошу вас, это всего лишь 8 часов. Знаете, что самое интересное? Когда вы примете позицию, что я 8 часов в день делаю то, что даст мне достижение моих целей, хотите прикол? Вам не будет хватать времени. Вы будете просто в шоке, вы будете просто в шоке от своей эффективности. И у вас будет в голове вот такой вопрос, а как я вообще, раньше у меня вообще было свободное время. Вы знаете, друзья, я вот сейчас принял позицию такую, что я, возможно, и больше 8 часов начал сейчас трудиться, ну, 8 точно, да, и я сижу и делаю действия, которые приводят к результату. Постоянно контакт, письма, уведомления, переговоры, закрытие сделок, вебинары, презентации, школы, запуски, и все остальное. Я это делаю ежедневно, и я понимаю, что мне вообще не хватает времени, и я даже злюсь. Понимаете, я вот даже злюсь от того, что мне времени в течение дня не хватает сделать все то, что я себе запланировал сделать. Потому что я себе поставил цель сделать 10 звонков и довести до оплаты, а сделал всего 5 или 4. Меня начинает напрягать, что я сделал так мало встреч, всего лишь 5, а должен был сделать 10. То есть меня напрягает, что я не доделал то, не успел сделать то, не успел сделать то. Как хватает времени? И поэтому, когда вы начнете сейчас в таком формате работать, вы начнете удивляться, ну, как у вас раньше вообще времени столько было? Потому и результат такой, который хотелось бы иметь лучше. Сейчас, если вы понимаете, что вы хотите результат лучше, а я думаю, любой, все мы хотим результат лучше, нужно просто эффективнее использовать те же самые часы, просто эффективнее. Делать то, что дает плоды. И помните про промоушен, помните, что за пару часов приезда лидера можно заработать столько, сколько ты за месяц не зарабатывал, просто приглашая на него залы огромные и монетизируя их. Поверьте, воронка продаж сработает 100%, понимаете, будет по-любому конверсия. В общем, так, друзья. Ну, думаю, с этой темой тоже понятно. В конце хочу вам напомнить про то, что еще есть у нас билеты в Дубай. Да, это затратно, что-то там еще. Ну, что, каждый день в Дубай, что ли, все ездят? Или каждый день годовщина у компании, первый год официальный и так далее, да? Ну, это того стоит. Это того стоит. Ради чего живем, друзья? Разве не хорошая цель путешествовать? Пожалуйста, вот вам первая поездка в Дубай. Поверьте, это одно из самых роскошных мест в мире. Я был там пять раз и с удовольствием я не знаю, откуда там Олег взял цифру 3000 евро. Вера, если Баулина здесь или из Питера кто-нибудь здесь, напишите, во сколько вам обходится полностью под ключ. он там писал Питер, Питер. Вот Питерс, напишите, во сколько вам обходится поездка в Дубай на одного человека, перелет туда-обратно и гостиница, ну, как бы вот тур. Напишите, если здесь кто-то из Питера уже покупал себе тур в Дубай. в Дубай. Добавил субтитры DimaTorzok батарейка села. Добавил субтитры DimaTorzok это менеджер за неделю. Это менеджер за неделю. Ну, сделайте за неделю менеджера и у вас будут деньги на повеску в Дубай. Сделайте в меньшей ветке 3000 CV и вы летите в Дубай. Начните с сегодняшнего дня по окончании вебинара, друзья, 8 часов в день уделять важному. 8 часов в день уделять тому, что дает вам деньги. Звонки, встречи, оплаты, школы, запуски, рекрутинг большого числа людей, большого числа людей в первую линию. От 5 человек в месяц и больше на оплаты. 5 человек в месяц и выше. Я думаю, видео это тоже мы смотрели. Начните это делать сегодня и завтра у вас будет чек. Завтра вы снимете деньги и возможно завтра у вас будут деньги на поездку в Дубай. И в январе вы увидите то, что вы никогда не видели. Либо еще раз увидите то, что когда-то вас уже впечатлило для тех, кто там был. Друзья, напишите, пожалуйста, сейчас здесь в чате, что сегодня полезного вы взяли с этого вебинара. Кто что взял. Все полезные кейсы. Будьте добры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эх, команда, как же я вас всех люблю. Ну что ж, окей, я вам желаю прекрасного завершения этого цикла. Мы готовим для вас в Дубае просто феерическую программу. Я был очень рад повидаться с каждым из вас. Давайте покажем всем, на что мы способны и достигнем всех наших целей. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok